Приветствую вас, Наталья. Довольно непростая у вас, конечно, ситуация, вот. Я бы даже сказал в каком-то смысле противоречиво, потому что с одной стороны есть чисто психологический взгляд на то, что происходит. С другой стороны, совершенно очевидно, что есть взгляд и такой более человеческий. Тем не менее, вы обращаетесь к психологу, поэтому говорить мы с вами будем с точки зрения психологии. Ваш вопрос достаточно большой, поэтому я его не буду перечитывать, я его буду читать и давать комментарии. Итак, у мужа депрессия, не знаю, как помочь чувствовать, что сама угасает. Значит, здесь такой момент. Если у вашего мужа, как вы говорите, депрессия, то соответственно, что нужен диагноз. В первую очередь. Пока диагноза нет, говорите о том, что у вашего мужа депрессия, да, ну, пожалуй, несколько некорректна. Как вы вот сами думаете. На мой взгляд, некорректна. Потому что, ну, как бы, депрессия это, как бы, серьезное, это серьезное заболевание, да, вот, которое диагностируется врачом. В результате чего назначается, так скажем, лечение, вот, и, как бы, человек, ну, проходит, в этом смысле, такой же, курс лечение, да, как и при любом другом заболевании. То есть, здесь ситуация. Несколько странно вы вроде бы говорите, что у вашего мужа депрессия, но, как бы, как бы, ключевой момент здесь заключается в том, что диагноза нет, судя по тому, что вы говорите. Дальше. Вы пишите, я хочу помочь ему. Это, с точки зрения психологии, является такой, ну, вот, знаете, спасательская позиция. То есть, ваш муж, это жертва. Вот, он, к сожалению, ведет себя, как, ну, как жертва. Вот. И, в общем-то, до тех пор, пока у него есть вы, которая ему хочет помочь, как бы искренне вы этого не хотели бы. Ну, вот, какой, какой ему смысл, да, да, вообще, вот, что-либо менять. То есть, ну, а зачем? Да, зачем, так что-либо менять. Здесь я бы рекомендовал вам изучить в интернете такую тему, как треугольник Карпмана. Вот, вам необходимо, вам необходимо ее изучить, вам необходимо ее преследовать, потому что, на мой взгляд, вы находитесь вот в этой самой, ну, в этом самом треугольнике. Вот. И я бы сказал, что пока вы будете находиться в этом вот, собственно, треугольнике, да, то ситуация будет складываться. Для вас весьма-весьма, ну, плохо, весьма-весьма негативно. Потому что вы все время, например, будете пытаться своего мужа спасти, да, а он пока его спасает, он будет, как бы, находиться в позиции чертов. Далее, очень нуждаюсь в совете. Психологи советов не дают. Мне двадцать один, мучить двадцать пять, в браке полгода. Смотрите, психологи советов не дают, а мы помогаем людям разобраться в себе. Вот, поэтому разобраться в себе мы вам поможем, советов мы не даем. Живем мы в одном доме с его родителями, дом большой, разделяются на две части, не мешаем друг другу, прекрасно ладим. Ну, здесь момент такой, что можно, конечно, довольно спокойно можно проживать. А, значит, ну, вот, с родителями. А, ну, поскольку вы говорите, вот, ну, в какой-то степени, да, вы говорите о, там, допустим, чувстве вины, вы говорите о, том, что чувствуете себя, ну, не очень, не очень хорошо, вы говорите о том, что, вот, чувствуете себя, там, грубо говоря, ну, инфантильной, да, и так далее. Вот, то я бы, конечно, в этом смысле, я бы, конечно, здесь задался бы вопросом о том, как я, вот, попала в эту ситуацию. Да? То есть я, как я попала в ситуацию, когда, оказалось, ну, как бы, с родителями мужа в одном доме. То есть вряд ли вы оказались случайно, то есть это было, вот, ну, скорее всего, ваше, такое совместное, совместное, как бы, решение, да? Вот, это было, скорее всего, такая ваша общая позиция и, соответственно, как бы, как вы к ней, как вы к ней пришли, к этой позиции. Потому что очень важно этот момент, на мой взгляд, ну, как минимум, да, сознавать. То есть сейчас получается, что вы тяготитесь от того, что с вами выбрал. Дело в том, что последний год я учился в университете, пока не работаю. Ну, это, опять же, ваша позиция. То есть, ну, это ваше состояние, ваш текущий этап. Проблема в том, что и муж не работает, он не хочет работать на обычной работе, хочет добиться высот и достичь главную цель в жизни, стать тренером по борьбе, где он будет не только учить бороться, но и наставником будет. То есть, там уже будет возвращаться обратная энергия от детей. Ну, смотрите, здесь ситуация, конечно, немножко специфичная. Дело в том, что вот то, как вы об этом сейчас говорите, выглядит так, как будто, вот, знаете, ну, по крайней мере, выглядит это так. Вот именно выглядит, выглядит это так. Что вы, как будто, вот, только что об этом узнали. Вот только что, как будто бы вы узнали о том, что ваш муж, да, вот у него, вот, ну, такая позиция у мужа, как бы. Вот. То есть, мы сейчас не говорим о том, хорошая эта позиция или плохая. Мы сейчас не говорим о том, насколько эта позиция корректна. Вот. Мы говорим сейчас о другом. Мы говорим сейчас только о том, что у меня, вот, лично у меня есть такое ощущение, лично у меня есть, эм, такое впечатление. Как будто, что как будто бы вы сейчас только что об этом узнали. Вот. Понимаете, какая штука? Только что, как будто бы вы об этом узнали. Что ваш муж, вот, хочет, эээ, там, грубо говоря, эээ, ну, там, дойти к ээээ, к своей мечте и прочее, 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 прочее. Вот. Я не думаю, что он вам об этом говорил, эээ, что он об этом говорит первый раз. Вот. Я не думаю, что, эээ, человек, как бы, эээ, вот первый раз сейчас поднял об этом тему. Я думаю, что он об этом говорил, ну, как бы и раньше. Ну, вот. И вопрос, вопрос здесь, вот, вопрос здесь, на мой взгляд, заключается в том, эээ, самый главный вопрос, заключается в том, как конкретно вы, эээ, в целом, к этому относитесь, к тому, что вот он, ээээ, ну, вот, к тому, что он говорит. Понимаете? Ээээ, лично у меня, например, лично у меня, например, ээээ, ну, вот, сложилось, допустим, ээээ, такое впечатление, что, ээээ, как будто бы, ээээ, его мечта, ээээ, для вас, ээээ, ну, важнее, важнее вашей, эээээ, вашей собственной мечты. Как будто бы. Вот. То есть я, конечно, не знаю всех тонкостей. Я, конечно, не знаю всех особенностей. Но по моим ощущениям, по моим, по моим ощущениям, как будто бы, ээээ, его мечта для вас важнее, чем ваша собственная. То есть, ну, хорошо, у него есть мечта. А у вас? Какая мечта у вас? Есть ли у вас, у вас мечта? Вот. Если есть у вас мечта, да? Ну, грубо, грубо опять же. То, ээээ, что это за мечта? Какая она? Понимаете, да? Дальше. То есть такое ощущение, что вы живете, вот, как бы, мечтой мужа. Вот. Дальше. Эээ, когда-то его сломали морально, и он все забросил аж в юности, в юности, и стал тренером без много лет тренировки. Тренировок практически невозможно. Он считает, что ни на что не способен негоден, а жить, как обычные люди, с утра до ночи, работая на кусок хлеба, не хочет. Ну, эээ, здесь скорее вопрос интерес. Понимаете? То есть это, эээ, я бы сказал, эээ, скорее вопрос именно конкретно, эээ, того, что человека интересует. Ну, больше. То есть это не вопрос того, чтобы работать на кусок, эээ, хлеба и так далее. Это вопрос конкретно интереса. Понимаете? То есть если, эээ, если, эээ, мне что-то интересное, да, если я, эээ, грубо говоря, чем-то интересуюсь, то это одно. Если я ничем не интересуюсь, если я не привык, эээ, как бы, к своим интересам, ну, к своим интересам слуш... эээ, к своим интересам прислушиваться, да, это другой момент. Ну, это момент, то есть это момент того, что вашему мужу не особо чего интересно. Вот. И здесь, опять же, мы можем, эээ, поднять вот какой, вот какую историю. Мы можем здесь поднять момент того, что, да, у вашего мужа может быть, эээ, действительно травма. Эээ, если, как вы говорите, его, эээ, значит, сломали, эээ, вот, то, соответственно, нужно чинить. Я думаю, что вряд ли вы будете спорить с тем, что нас, ну, в жизни, эээ, много, много кого ломали. И, эээ, никуда от этого, ну, не деться порой. Вот. То есть момент здесь не в том, да, что, эээ, ломали, ломали, не ломали. Момент здесь немножечко в другом. Момент в том, как ваш муж обращается с тем, что у него есть проблемы. Понимаете, да? Вот. А это вопрос, эээ, как бы, к жизненной позиции человека, с одной стороны. И это вопрос так же и к вам, с другой стороны. То есть, как бы, эээ, какую идею, да, или какие идеи, эээ, я ему транслирую. Эээ, ну, вот, вы, вы сами, какие идеи ему, эээ, транслируете. Вы сами, эээ, как бы, какие, эээ, ну, мысли ему даете. В этом смысле. Вот. Понимаете, да, в какой момент? То есть, это, это вопрос в то же время, в то же время и к вам. Это, ээээ, ну, вот, такая сторона. Аспект. Вместе с тем, вы видите, значит, что человека сломали. Вы видите, что, допустим, у человека травма, к примеру. Да? Вот. Ну, травма, как бы, ну, что поделать. Вот. Эээ, травмироваться очень легко и, в принципе, эээ, ну, на самом деле, эээ, мало куда от этого можно, в принципе, деться. Вот. Главное здесь не травма. Главное то, что ваш муж ничего не делает для того, чтобы эту ситуацию изменить. Понимаете? Какой здесь, эээ, момент. То есть, у меня складывается такое впечатление, эээ, что вашего мужа, эээ, в этом, эээ, ну, в этом смысле все устраивает. То есть, у меня нет ощущения, что он что-то делает для того, чтобы, ну, как бы, вот, эээ, свою травму, да, как бы преодолеть. Ну, ну, не преодолеть в смысле, а вылечить, условно говоря. Вот. То есть, понятно, что, эээ, здесь, как бы, речь идет не столько и не сколько конкретно о вылечивании, да, сколько о работе над ней. Это более, на мой взгляд, такой, эээ, ну, скажем так, деликатный, эээ, подход. Вот. Но, как бы, суть от этого, на мой взгляд, не меняется. Вот. Вот. Суть. Суть от этого остается. Остается. Поэтому, вы видите, как, как, как человек решает, как человек действует, как вы к этому относитесь. Дальше. Проблема в том, что мы седим наши родители, за что они двойные с себя миними, хотя его родители замечательные люди, ни слова не скажут. Даже денег дадут на поход в ресторан, так как они делают все для нас, потому что мы же единственный ребенок у них. Ну и сама чувствуем нас с мужем какими-то инфантильными детьми, которые создали брак, а как дальше самостоятельно, не знают. Эээ, возможно это и так. Возможно. Возможно. Но, эээ, на мой взгляд, эээ, на мой взгляд, ключевой момент здесь заключается в том, что, вероятно, эээ, вы, Вы, вот именно вы сами, не знаете, как жить, то есть в этом смысле, в этом смысле, дело не в вашем, не в вашем мужа, дело не в нем, дело в вас, то есть вы говорите за двоих здесь, это, ну я бы сказал, что это такая уловка, вот, я бы сказал, что это уловка, потому что нельзя говорить за двоих людей, вот, если вы и есть ваш муж, вы, несмотря ни на что, все равно идете своим путем, все равно идете своей дорогой, все равно вы идете к своим целям, вот, и если мы говорим об инфантильности, то инфантильность в первую очередь, ну вот, по крайней мере, та инфантильность, о которой мы можем как бы говорить, это инфантильность, связанная именно с вашей позицией, то есть, а именно с тем, что я живу как бы вот, эээ, ну, эээ, своим мужем, вот, то есть, я не живу сама, да, то есть, как бы вот, а живу им, вот, понимаете, да, то есть, эээ, понятно, что здесь есть эээ, только такой вот несколько, знаете, эээ, ну, скажем так, косвенный момент, да, именно косвенный, то есть, это не прямой момент, а косвенный, косвенный, косвенный момент, эээ, связанный с тем, что вы не работаете, то есть, понимаете, какая штука, если человеку интересно дело, если человек этим делом как бы горит, например, то он найдет спо, ээ, найдет способ, эээ, ну, заниматься им, не только, не только учиться, понимаете, поэтому это вопрос к вам, вопрос к тому, есть ли инфантильность у вас. Дальше, эээ, муж ждет лето, когда мы уедем в город другую страну, начнем новую жизнь, будем работать, плюс параллельно он будет тренироваться и идти к мечте, а скорее всего нет, эээ, потому что ничего не изменится в другой стране, от себя не убежишь, это иллюзия. Он переживает, что много потерял времени впустую, эээ, возможно, но это его проблема, это его проблема, понимаете, вы не отграничиваете себя от мужа. Мне очень больно было наблюдать за этим, Сэн, от чего боль? Давайте вот, переследуем, что значит больно, боль здесь, эээ, как бы, что это за боль? Потому что, внешне, эээ, кажется, как будто бы вы, так же, как и его родители, его жалеют. Или вы думаете, что его родители такие вот, все для вас делают случайно? Это гиберопека, это, эээ, как бы, подавление личности вашего мужа, в итоге вот такой человек. Эээ, значит так, эээ, постарался поддержать, помочь успокоить, делать сердце, вы были довольны. Грубо говоря, угождать. Ведете себя, как его родители. То есть у него появился еще один родитель. Отлично. На днях я сорвалась, когда утром он встал, начал мне навязывать свое мнение о вреде вакцинации, о констатологии, политике и прочей дезинформации, которая навлекается в интернете по ночам, вместо того, чтобы спать. Смотрите. Человек может увлекаться всем чем угодно, это, как бы, его личное дело. Но, обратите внимание, по ночам вместо того, чтобы спать, пишите вы, это родительская позиция, вновь. Далее. Сторвалась. Значит, если вы в себе что-то сдерживаете, как раз таки сдерживаете свои чувства. Через пару лет такого сдерживания, вы просто перестанете чувствовать, чувствовать, что сдерживаетесь, но начнете болеть. Да? То есть нужно признать, что вы сдерживаетесь, то есть вы не являетесь сами собой. На этой почве мы ссоримся, пишите вы. Кто такие мы? Нет, никаких мы. Есть я, есть ты. Я почему-то ссорюсь, ты почему-то ссоришься. Психологическую игру, скандал, пожалуйста, изучите. Нам важно увидеть, как работает система ссорок. Так как он полностью бредит и почему-то страдает тем, что в мире всё несправедливо, надо бы что-то изменить. Да? То есть, по сути, вы обвиняете человека. Вы говорите, мы ссоримся, потому что ты. Это перенос ответственности. А смотреть на ситуацию нужно с позиции личной вашей ответственности. А она, это личная ответственность, не связана с тем, что муж там что-то считает. Считать он может всё, что угодно. Я вижу, что человек с ума сходит, он потерял смысл жизни, и вообще кажется, если он не добьётся своей мечты, он просто перестанет жить. Забавно, какое значение для него имеете вы? Ну то есть, какие у него к вам чувства? А у вас к нему? Знаете, очень похоже на созависимость. Тему созависимости я бы тоже вам порекомендовал бы изучить. Мне кажется, что работать нужно с ней. Я переживаю за него и за его жизнь, не знаю просто чем уже помочь, в тот момент не знаю как не угаснуть самой. Очень нуждающий совет. Ну смотрите. Вообще говоря, помочь близкому человеку хотеть, это нормально. Хотят помочь близкому. Но, есть момент. Вы почему-то говорите про то, что можете угаснуть сами. Это интересный момент. То есть, по сути, вы жертвуете собой ради другого. Это и созависимость. А помогать можно кому-то, только если не жертвуешь собой. Ну это представьте себе, как если бы вот, например, психолог, да, там, помогая, да, жертвовал бы собой, чтобы это вызывало. Ну, чувство вины, как минимум. И что это за помощь? Согласитесь? То же самое делаете и вы. Ну вот. Ну вот. Поэтому помогать, прекрасно. Но, для начала нужно перестать жертвовать собой. То есть, сначала все сделать для себя. Вот. Сначала, условно говоря, устойчиво стоять как бы самой, и потом помогать другому. А получается, что вы неустойчиво стоите сами, пытаетесь помочь другому, и в итоге страдают оба партнера. Ну, это нормально. Это естественно. Вот такая история. Я бы для начала спросил, считает ли ваш муж проблемой то, что вы описываете? Вообще, согласен ли он на то, чтобы вы как-то вот рассказывали здесь третьим лицам о том, что-то не происходит. Так как человек, если согласие на распространение информации не давал, то это вообще-то нарушение снова-таки его личной границы. Понимаете? Какая штука. Вот. Если он считает проблемой то, что вы описываете, обращается, пускает сам на наш сайт, пишет проблему, мы ему поможем. Вы можете вместе обратиться, и вы можете обратиться сам самостоятельно. Выбирайте, начинайте работать. Помощь в любом случае нужна вам и ему. И вам обоим как пары. Потому что отношения, на мой взгляд, у вас достаточно деструктивные. На этом все. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью, не дотягивайте. И самое главное, не думайте, что вот с переездом куда-то что-то изменится, не изменится. У вас и у вашего мужа есть вторичный выгод. От такого поведения. Это, кстати, хорошо описано в треугольнике Карпмана. Тоже можете почитать. Есть вторичные выгоды. Пока вторичные выгоды есть. Такое поведение будет сохраняться. Обращайтесь. Обращайтесь. segura